В Славянском районе продолжается ликвидация последствий подтопления. Оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Из-за таяния снега больше всего пострадали жители города, а также станиц Анастасиевской, Петровской, Черноярковской, поселков Совхозный, Целинный, Хуторов, Нищедимовский, Барониковский и Прикубанский. На данный момент подтопило 735 придомовых территорий. В 279 домов зашла вода. Самая сложная ситуация складывается на территории Славянска на Кубани. На помощь городу прибыли спасатели МЧС из Абинска, Тимошевска, Тихорецка и Армавира. Пожарные машины с мощными насосами работают на всех водоприемниках, чтобы снизить там уровень воды. Как только уровень в водоприемниках понизится, в Одессе, Ливневок и подтопленных территорий будет куда уходить. Откачка из дворов и домов станет проходить эффективнее. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Резервы города, они все подняты. Работают все люди, расписанные по сменам. Днем и ночью работают. Районная администрация добавила людей в помощь нам. Плюс к нашим стационарным 35-насосным станциям по городу сейчас стоит уже порядка 10 мощных насосов. Два СНП, которые приобрели после летнего ЧАЭС. И пожарные машины. Для ликвидации последствий подтопления задействованы все ресурсы. Для выполнения работ подкачки воды привлечено более 130 единиц техники. Проведены работы по расчистке каналов. Славянскому району была оказана помощь депутатам Государственной думы Иваном Демченко. Абинский металлургический завод предоставил насосную станцию мощностью 1300 кубометров. Она качает воду на канале по улице Казачьей и Богдановской. Воду из частного сектора откачивают 11 осенизаторских машин. На один адрес машина может приезжать по 5-10 раз. Но из-за высокого уровня грунтовых вод и продолжающегося таяния снега полностью откачать воду пока не предоставляется возможным. Звонили на горячую линию, к нам приезжала машина, 10 машин у нас выкачало. К сожалению, конечно, вода зашла в дом к нам. Особо помочь не смогли, потому что сами видите, какие объемы. Ну, хотя бы откликнулись на помощь. Нам предложили переселение, мы с маленькими детьми. Ну, благо у нас тоже есть родственники, мы как бы отказались. Но помощь предлагалась. В пункт временного размещения эвакуировали 4 семьи с детьми. В пятой школе развернут дополнительный эвакопункт на 500 мест. Сегодня Славянский район посетил министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков, чтобы обсудить ситуацию и принять дальнейшие меры по ликвидации последствий потопления. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».